В 55 Владимир впервые лежит в больнице. Для него одно это уже шок. Еще большим потрясением стал диагноз – пневмония. Сперва же не замечаешь. Потом поехал за таблетками от кашля. Не болел, не болел. Долгий кашель не смутил мужчину. Хотя это один из признаков пневмонии. Как и длительное время – повышенная температура. А если есть постоянная одышка или уже дыхательная недостаточность, срочно вызывайте реанимацию. Такие пациенты тяжелые. Их везут в Краевой пульмонологический центр. Если править таких тяжелых, которые требуют респираторной поддержки, непосредственно инвазивной вентиляции, запресс на поддержке составляет больше 70% таких пациентов. На искусственном дыхании и это 30-летняя женщина. В таком состоянии она неделю. Сколько в нем пробудет и выйдет ли из него – неизвестно. Медики не вправе раскрывать ее историю болезни, но признают – диагностика несовершенна. На ранних сроках пневмония может быть упущена. Но и в целом тяжелое течение болезни встречается все чаще, а последствия – вплоть до летального исхода. Более 100 человек в Крае ежегодно умирают от пневмонии. Это, как правило, молодые, социально адаптированные, активные. Исходно, как мы говорим, здоровые, но, к сожалению, не вакцинированные ни разу. Причина трагедии – новые штаммы заболевания. Антибиотики к ним появляются лишь спустя год. Поэтому врачи просят жителей ставить прививки. Для начала от гриппа, ведь он может осложниться пневмонией. А затем и от конкретной бактерии. Пневмокок до 50% считается, что это основная инфекция, которая вызывает пневмонию. Поэтому на сегодняшний день наша заинтересованность в том, чтобы от пневмокока привились наибольшее количество людей, не имеющих противопоказаний, но имеющих хронические заболевания, либо, повторюсь, старческий пожилой возраст. Эту прививку ставят раз в пять лет. Другое дело – прививки от гриппа. В крае можно вакцинироваться еще в течение двух недель. Впрочем, по расчетам Минздрава, прививки поставят лишь 45% жителей. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. Продолжение следует...